Привет! У нас уже новый день. Арсений сегодня, естественно, дома, но также остались дома и Лера с Данилой, потому что я человек по своей сути немножко паникёр и решила их оставить сегодня дома, понаблюдать, посмотреть, если всё хорошо, ничего не появится, тогда они завтра пойдут уже в школу и в садик. Там раньше я говорила, что дня через три, через два могут появиться, если уже попало, если заболел человек, то попало, если в организм уже эта инфекция, как правильно назвать её, то дня через два, через три могут выскочить эти прыщички. Но пока что у Данилы с Лерой и у меня тоже ничего не появилось, только у Арсения. Я тоже в детстве не болела. Сестра у меня моя старшая, она переболела ветрянкой. Мы находились не в одной квартире, но почему-то я не заразилась. Ну, как бы все говорят, что лучше было бы заболеть, переболеть в детстве, что это детская болезнь, но так получилось, что я не болела. Так что сейчас посмотреть будем, как на этот раз пройдёт. Заражусь, не заражусь, неизвестно, но как бы я нахожусь, естественно, никуда не денусь. С Арсением постоянно контактирую, так что будем наблюдать. Ну, Арсенька с Данькой, может, если и завыразятся, переболеют сейчас, то ничего страшного не будет. Мажу я его зелёнкой. Нам врач написала, что зелёнкой можно, можно мазью. Но как бы я мажу зелёнкой с тех мыслей, что мне так удобнее наблюдать появление новых пятен. Потому что если я буду мазать прозрачной мазью, чтобы она подсушивала прыщички, то я не буду понимать, где старая, где новая. Ну, как бы понятно, какое-то если пятно можно и отследить, но так с большего, ну, мне будет сложнее появление новых пятен отслеживать. А так я сразу вижу старые пятна, которые уже были зелёные, а новые будут появляться, и я их буду видеть сразу. Вот. Также пьём таблетки от аллергии, сказали пить, чтобы меньше чесалось прыщички эти чесались. Потому что вчера вот тоже, пока мы ехали в поликлинику из поликлиники, он уже два больших пятна у него было прыщика, он их расчесал, очень хорошо расчесал. Но остальные у него такие, как бы только на стадии появления красненькие, я их сразу мажу, не давая ему уже как бы становиться больше. Вот. Ну, как бы, так скажем, на корню их убираем. Вот. Что ещё хотела сказать? Что, Данечка? Сбили меня с мысли. Вот. Ну, да, сказали, что после появления последнего пятна, нового, нужно отсчитать пять дней, и тогда можно будет уже идти ему в садик. Так что будем сейчас смотреть эти пятнышки, ну, где-то неделю, наверное, дней 7-9 они должны появляться, по идее, как вот мне тут говорили уже люди бывалые, у кого-то, кто сам болел, у кого-то дети переболели. Ну, буду смотреть, потому что я буквально каждые полчаса его проверяю. Если что-то новое появляется, я сразу же мажу. Данилу с Лерой себя тоже периодически просматриваю, чтобы не было никаких пятен. Пока что нету. Посмотрим, как будет дальше. Вот. Сегодня ещё родительское собрание в саду. Вот я вам говорила, тоже должна прийти моя сестра побыть с ребятами дома. Я схожу на это родительское собрание, потому что там будет про детей будут рассказывать, про, как бы, про выпускной, что будет она говорить с воспитателем. Ну, посмотрим. Даже интересно посмотреть, кто там из детей пойдёт в школу, кто не пойдёт. На месте сразу, так скажем. Вот. Потом расскажу вам, что на родительском собрании там скажут. Вечером в пять часов будет родительское собрание. Олег ещё делает машину. Ну, он как бы так надеется дня через три вернуться, чтобы по-быстрому всё это закончить. Ну, как там уже получится, неизвестно. Но будем надеяться, недолго он там пробудет с этой машиной. Потому что тоже так вот кажется, всё равно куда-то туда пойти, выйти. Так вот, приходится дёргать родителей и сестру. Я бы тоже свои дела у каждого, у всех. Ну, посмотрим, как будет получаться. Вот. Пока что вот всё, что вам хотела сказать. Так что будем продолжать лечение. Давай оставайтесь с нами. Всем привет. У нас новый день уже. Вчера ходила на собрание, как я говорила. Ну, я думаю, если бы я на него не сходила, то я бы ничего не потеряла. Честно сказать, информации там было полезной. И, так скажем, не так уже много, мы говорили много, но больше такие общие вопросы, которые, в принципе-то, я думаю, любой нормальный родитель, который немножко следит за своими детьми, то он, как бы, в принципе, и так всё это знает и делает, выполняет. Так что такое, так скажем, для себя полезное чего-то я с этого собрания не вынесла. Тоже то, что говорили там про выпускной будет разговор, про каждого ребёнка будет, ну, не было ничего такого, как бы, про каждого. Она сказала в конце, что если хотите конкретно по своему ребёнку что-то узнать, подходите, спрашивайте. Ну, как вы, я и так знаю, что там как, ну, и по поводу выпускного тоже. Это толком даже непонятно, как бы, там она, я поняла, воспитательницы, так, с большего всех детей хотят, так настаивают культурно, так скажем, чтобы все шли в школу в следующем году. Ну, там со мной сидела одна мама, она тоже, и у него мальчику только в августе в следующем году будет 6 лет, она его не хочет отдавать. Ну, короче, не знаю, будем, наверное, ещё тут решать вопрос. А по поводу выпускного они с той позиции, что все дети идут в школу разговаривать. Ну, и тут даже особо ничего не было, но как бы, чтобы родители между собой решали, как, что делать на выпускной. Ну, посмотрим, не знаю, ну, как бы я, сестра моя побыла, с детьми, пока я была на собрании, ну, лучше бы я сама не ходила, потому что только, говорится, время потеряла, честно сказать. Ну, вот сегодня уже завела я Данилу с Лерой в школу, в садик завела, у них всё хорошо, ну, буду, конечно, наблюдать, просматривать. Ну, вот, Арсюшка дома, сейчас вот на завтрак заказал сырники, буду ему делать сырники, вот не знаю, что у него так любят сырники эти, вот, ну, со сгущёнкой, сладенькой, им, конечно, это нравится, вкусно. Вчера блины им делала тоже, пока готовила, они блины поели, потом ещё вечером ещё раз поели блинчики. Ну, сегодня вот на завтрак сырники будут, ну, хочется ему, пускай, пока болеет, сейчас там гуляет, бегает, пустила робот-пылесос убирает, страйное стирает. Так что, все при деле, вот. Что ещё хотела сказать, сегодня тоже попросила прийти, кто-то придёт, не знаю, или моя мама придёт, или, опять же, сестра придёт, побудет, а мне надо сходить заплатить за Лерин кружок, что она ходит в школе на рисование два раза в неделю. Нужно заплатить, там немного, 10 рублей, но квитанцию нужно принести в школу. Так что, вот, я учебники оплатила, Арсенька с Данькой идёт по 3,70, что я говорила, через ИРИП, сестра мне распечатает на работе, квитанцию передаст. А вот, как оплачивать кружок, я что-то не разобралась, не нашла, поэтому пойду сегодня в банк. Но хочу зайти в аптеку, купить ещё зелёнки, пару баночек, потому что как-то так она быстро расходится с зелёнкой. Я, знаете, как мажу, я ватной палочкой зелёнку, и я каждый прыщик мажу отдельным вот этим вот, не одной палочкой все прыщи прохожусь, а каждый прыщик отдельной палочкой мажу, отдельным ватной, как оно правильно назвать, наконечником или, как он называется, вот, чтобы не разносить заразу. Ну, как бы я так вот для себя решила, я так делаю. Так что, у меня этих и палочек уходит много, и зелёнки уходит много, но главное, что ребёнок, я скажу, кстати, что вот сегодня с утра я малыла Арсения, и, в принципе, может быть только один новый прыщик, и какой один-два таких вот мелких я заметила, а так всё остальное, как бы старые прыщики у него. Мало появляется, слава богу, новых, ну, за вчерашний день там, наверное, несколько добавилось, немного, но сегодня вот с утра пока что там буквально, говорю, один-два, не больше. Ну, и хорошо. Ну, он такой зелёненький, первое, что я его помажу, он размазывает тоже ручками, ещё бегает. Ну, как бы температура не поднимается, что хорошо. Настроение у него тоже позитивное, хорошее, как бы. Ну, надеюсь, недолго будем болеть. Понятно, что где-то в районе недели-полторы он будет дома, потому что пока эти прыщи все появятся, потом ещё пять дней в любом случае нужно будет после последнего прыща дома сидеть. Так что устраиваемся на домашние посиделки. Ну, как раз стишок с ним выучим за это время, который, да, 11 октября, День Матери. Вот за это время мы как раз хорошо выучим стих этот. Не знаю, там будут тетрадочки давать, не будут. Заниматься с садика. Ну, то, что там давали тетрадочки, мы все сделали сегодня, Данька занёс. Вот, и пока вот такие планы. Посмотрим сегодня у Леры рисование, немножко попозже её надо будет забрать. Ну, Олег, не знаю, как там. Завтра, может быть, если всё успеет, должен приехать. Потому что, как бы, тоже немножко, говорю, неудобно. Если бы даже болела просто простуда ребёнок, можно было бы выйти туда куда-то, сходить. То самое даже заплатить за квитанции, если бы температуры не были, просто какая-то простуда. А с зелёным Арсением далеко от дома не пойдёшь. Так, как бы, он остаётся, когда вот я в сад сегодня в школу водила, оставляла ему тут телефон, чтобы ему не скучно, мультики, всё это он оставался. Они, в принципе, не боятся оставаться, если ненадолго. Если куда-то уже дальше, то я и сама их не оставляю, естественно. Хорошо, что у нас магазин продуктовый совсем тут рядышком, буквально вот за стоянкой недалеко сходить. А так куда-то уже дальше, там пойти в аптеку или куда-то я их не оставляю. Так что, как бы, тоже не совсем удобно. Но вот сегодня кто-то из моих побудет, я быстренько на дальнее расстояние сбегаю, всё куплю, что надо. И будем опять сидеть дома. Вот, такие пока что планы на сегодня. Посмотрим, как что пойдёт, как что будет дальше. Вот, ну, буду готовить ему завтрак. Сырники, любимые его. Вот мой любимый человек-лягушка завтракает сырниками уже. Любит так сырники, конечно, так что один дома, хорошо. Вот, приятного аппетита тоже, кто завтракает. Пока немного разобралась с утренней рутины, Артюша сидит, смотрит мультики. Я решила немножко поработать, позаниматься. Свободное время не так много сейчас получается выкроить. Так что каждую свободную минутку нужно что-то делать полезное. Ну, вот сейчас немножко позанимаюсь, поработаю. И потом уже скоро нужно и за Лерой идти забирать будет. Так что закончу дела и пойду за Валерой. Погода опять у нас хорошая стала. Но к концу недели, вроде бы, в воскресенье уже будет похолодание. Так что последние тёплые денёчки. Нужно наслаждаться, ловить каждый день солнышко. А ещё надо сейчас с Артюшей стишок повторить. Воспитательница сказала, что всё равно учить, что надеяться, что он к этому времени, 11 октября уже выздоровеет и придёт в садик. Ну, выздороветь, не выздороветь. Посмотрим, но стишок немножко поучим. Что такое мама? Что такое мама? Это всё на свете. Это всё на свете. Мам, мы поздравляем с любовью ваши дети. Молодец. Забрала Леру. У них там сегодня закончилось ведение в школьную жизнь. Такой вот диплом первоклассника им вручили. И с завтрашнего дня уже начинаются полноценные уроки. Там по пять, по четыре урока. Математика. Что-то у вас ещё будет. Математика будет. Что ещё будет? Чтение будете, да, учиться. Это про петель. Читать. Правильно. Ну, будут уже домашние, Лера сказала, задавать даже. Так что будем домашние делать. Погода сегодня очень такая красивая, хорошая. Как я говорила, тепло, да, Лерчонок? Угу. А с воскресенья уже всё, похолодание. Я вчера не ходила в школу. Вчера у мальчика был день рождения. И приносили угощение. Вот ей оставили. Так что она кушает. Сейчас придём домой. Там Марсюшка один остался. И должна опять прийти моя сестра. Побудет с ними. А мне надо сходить в банк. Ещё докупить зелёнки побольше, чтобы было. Какой банк? Ну, тут недалеко от нас. Какой? Так что будем дальше заниматься делами. Ну, вот Лере такой вот альбом вручили. Диплом, точнее не альбом, а диплом первоклассника. Вручается Козловской Валерии. Вот пожелания ей, что она уже прошла введение в школьную жизнь. И начинаются полноценные школьные уроки с домашними заданиями. Письмо у них будет, чтение, белорусский язык, математика. Физкультура, рисование, уроков немного, но уже начинается. И домашнее будем делать. Посмотрим, что там будут задавать. Даже интересно. Это вот Лерина на английский. Она когда ходила в 1921 году, ей такой сертификат вручили. А вот эта вот тетрадочка у них, что они делали в Водины. Школьное житьё. Введение в школьную жизнь. Здесь вот они так интересно. Они вначале делали задания. Потом они оценивали сами себя. Как они это считают. Сейчас где-то покажу. Здесь так видно. Они оценивали сами себя. Ставили их делать, например, как она считает, сделала задания. Потом учительница проверяла. Вот даже написано «умница». Вот что всё правильно, всё верно сделано. Где-то там вот здесь немножечко неровно она, видите, начертила. Здесь плюс и минус. Ну так вот как бы всё хорошо. Вот так вот вся тетрадочка. Тоже вот плюсики стоят. Тоже здесь плюсики. Вот такую тетрадку полностью делали. Оказывается, за это время, в принципе, это месяц прошёл, да. Ну такая тетрадочка, она такая немножко большая. И дали ещё им вот такой домик знаний. С такими вот окошечками. Эта учительница тоже нам сегодня в Вайбере сбросила, что вот она раздала эти домики. Здесь можно крышу и вот это вот окошечко раскрасить. А вот в эти вот, сюда в эти будут вклеиваться такие наклеечки с надписями на нож. То, что нам сбрасывала фотографию, что ты умница, молодец, так держать. Такой мотивирующий домик, как бы. Как они будут заниматься. Вот так вот им, чтобы они старались, будет такая вот мотивация, чтобы больше набрать этих положительных наклеечек. Ну вот забрала уже и Даньку дома. Домой. С садика. Так что все теперь будем дома. Сейчас на ужин, наверное, куточковое оладье приготовим. Да, Данечка? Вот, покушаем. Ну и будем отдыхать. А, стишок тоже с Данькой надо получить, кстати. С Арсюшкой сегодня учились стишок. Надо из Данилы сейчас будет поучить тоже вечером пятишок. Так что вот, все. На сегодня спасибо всем за просмотры. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.